Russian with translation, but any questions I can explain in English, if it will need it. Итак, начнем с переводом, все нормально? Начнем говорить о экзогенных триггерах нейровоспаления в аутизме. Все мы знаем такие истории, что новорожденный ребенок, который развивался в течение года или... New bones that developed for the... Then somehow you can please try at least in English, please. Ah, okay. All presentation in English. Let's start. Oh, oh. You can do an introduction. Okay. It's okay? Okay. Ready? Okay. Все мы знаем такие случаи, что новорожденный ребенок развивался в течение первого года жизни абсолютно нормально. И вдруг на 12-м, 13-м или 18-м месяца что-то сломалось, и в течение короткого времени ребенок ушел в регресс. Или даже это могло произойти на втором или третьем году жизни. Но мы же с вами понимаем, что ничего никогда не происходит просто так, без причин. Давайте попробуем разобраться, что же подействовало, что может подействовать на ребенка и увести его в регресс. А самое главное, давайте попытаемся понять, можем ли мы это предвидеть и предотвратить. Нейровоспаление в аутизме изучается 30 последних лет. Мы многое знаем. Меня поразила в 19-м году работа патологоанатомов, иммуногистохимическое исследование посмертного мозга пациентов с установленным диагнозом аутизма. Я очень советую всем это посмотреть. Там прекрасные иммуногистохимические изображения, которые нужно видеть. И нужно показывать их всем, кто сомневается в воспалительной природе аутизма. И это было, пожалуй, прям точкой такой, уверенной точкой в том, что нейровоспаление действительно играет важную роль в развитии и поддержании расстройств аутистического спектра. Сегодня мы точно можем утверждать, что нейровоспаление при аутизме развивается по определенным принципам. Не хаотично, оно может быть вызвано внешними факторами, оно может быть диагностировано, и менеджмент этого нейровоспаления приводит к существенному улучшению ситуации с текущим состоянием ребенка и с его перспективами его развития. Я сделаю небольшое отступление, расскажу, как работает нейровоспаление, что это такое, а потом покажу три клинических примера действия экзогенных факторов в дебюте острого аутистического регресса. Нейровоспаление в основном проводится микроглией, тучными клетками мозга, астроцитами и другими структурами гематоэнцефалического барьера, в частности перицитами и эндотелиальными клетками. Но главный игрок в системе нейровоспаления – это, конечно, микроглия. Микроглия – это клетка, которая не только умеет разрушать, это клетка, которая умеет строить и регулировать. Она отвечает не только за лизис или разрушение нейронов, она же умеет создавать трофические эффекты, и она работает постоянно. Микроглия может пребывать в двух состояниях. Микроглия – это покоящаяся микроглия, и микроглия активирована. Покоящаяся микроглия имеет много отростков, и отростки снабжены инструментами считывания образов. Они называются сенсомы. Они могут считывать молекулярные картины, молекулярные образы, распознавать концентрации ионов калия в окружающей среде, распознавать признаки нормальности и ненормальности синапсов, нейронов, миелина, астроцитов, олигодандроцитов. Если микроглия распознает какие-то сигналы, связанные с опасностью, она превращается в активированную микроглию М1. И активированная микроглия М1 умеет разрушать. Она проводит нейротоксические эффекты, фагоцитоз, воспаление. Если микроглия, покоящаяся, распознает повреждения, разрушения, она активируется по модели М2, превращается в клетку, которая обеспечивает нейропротекцию и выброс ростовых факторов, нейротрофических факторов, факторов сосудистого роста. Какие сигналы могут привести к одному или к другому? Я бы обратил внимание на такую аббревиатуру. Dumps, дистресс, ассоциированные молекулярные паттерны. Это, по сути, обломки, осколки нейронов, астроцитов и других клеток, которые образуют нервную ткань. Это молекулярные паттерны, свойственные инфекционным патогенам. Провоспалительные цитокины. Цитокины – это сигнальные молекулы иммунной системы. Они могут быть провоспалительными, противовоспалительными. Активные формы кислорода, простагландины и ряд других сигналов. А к активации нейропротективной микроглии приводят те же самые паттерны разрушения клеток, дампы, антипротивовоспалительные цитокины и ростовые факторы. И в норме М1 и М2 работают синергично. Одно уравновешивает другое. Но если мы говорим про патологическое воспаление, в нем нет баланса между М1 и М2. Например, у детей с аутистическим расстройством мы видим увеличение объема мозга, что подтверждается большим количеством работ. Это верхняя картинка. Мы видим толстую кору, большой объем мозга, маленькие желудочки. У взрослых пациентов начинает доминировать М1, М2 ослабевает. И мы видим заместительную гидроцефалию с уменьшением объема мозга за счет уменьшения количества и нейронов, и глиальных клеток благодаря цитотоксическому действию М1. Так вот, благодаря балансу между М1 и М2 в норме микроглея поддерживает нормальное контролируемое воспаление. Но если мы говорим про патологию, то возникает нейровоспаление патологическое, ненормальное. Нормальное нейровоспаление есть у всех собравшихся. Без этого мозг не может нормально функционировать. А вот патологического, я надеюсь, ни у кого нет. Разница между нормальным и патологическим такая же, как между газовой горелкой и горящим домом. Здесь нет контроля над избирательностью, над активностью воспаления и над его продолжительностью. Нейровоспаление может иметь специфические и неспецифические манифестации. К специфическим манифестациям можно отнести, например, аутоиммунный ответ против белков миелина, против как конкретной мишени при рассеянном склерозе, или иммунный ответ против амилоида при болезни Альцгеймера. А неспецифические симптомы, они знакомы каждому из вас. Кто болел гриппом или кто болел коронавирусной инфекцией, каковы симптомы, вспомните, да? Что же происходит? Из очага воспаления, например, из глотки или из эпителия бронхолегочной системы в системный кровоток проникают сигналы воспаления. С-реактивный белок, провоспалительные цитокины, энтролекин-1-бета, энтролекин-6, фактор некроза опухоли альфа, простагландины, они проникают через гематоэнцефалические барьеры, достигают микроглии. Микроглия трансформируется в провоспалительную, которая модифицирует функцию нейронов, действуя и на синапсы, и на проводящие пути, и на нейроны, и на дендриты. Первое, что мы ощущаем, это болезненные изменения в поведении, в ощущении. Если это воспаление теряет контроль, оно становится гиперэргическим, то возможны эффекты вплоть до клеточной смерти, что мы прекрасно видим на модели ковидной энцефалопатии. Не обязательно даже присутствие коронавируса в мозгу, чтобы получить энцефалопатию. Но уж когда присутствие и подавно. И каковы же эти неспецифические манифестации? Это усталость. Помните первые часы гриппа, например. Вы уставший, у вас подавленное настроение. Хочется спать, но все равно спать не получается. Концентрация снижена. Активности нет. Мы же не идем работать, когда болеем гриппом. Кушать не хочется. Болезненная кожа. Болезненные мышцы. Звук раздражает. Свет раздражает. И, конечно, не хочется ни с кем общаться. Вам это ничего не напоминает? Это напоминает типичные манифестации у пациентов с расстройствами аутистического спектра. Другой важной клеткой, которая участвует в нейровоспалении, в том числе и при аутизме, это астроцит, который работает в тесной связи с перицитами и с эндотелиальными клетками сосудов. И он регулирует проницаемость и функцию гематоэнцефалического барьера. Доказана дисфункция гематоэнцефалического барьера и астроцитов в аутизме. И тут два эффекта. С одной стороны, это повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера для провоспалительных сигналов. А с другой стороны, это сниженная проницаемость гематоэнцефалического барьера для некоторых важных метаболитов. Например, на поверхности клеток гематоэнцефалического барьера есть фалатные рецепторы, которые способствуют трансцитозу фалатов из системного кроотока в мозг. И одна из моделей, один из вариантов фалатного дефицита центральной нервной системы – это наличие аутоантител к фалатным рецепторам на поверхности гематоэнцефалического барьера с нарушением трансцитоза. Это не единственный вариант, это лишь один из. Интересно, что вот этот вот белок клаудин, который в плотных контактах регулирует проницаемость гематоэнцефалического барьера, кодируется той же группой генов, что и аналогичные порообразующие белки в тонкой кишке. И вся эта система работает на одной системе сигналов, на одной системе цитокинов. И вы прекрасно это видите в практике, когда ребенок с непереносимостью глютена, например, съедает кусок хлеба, и через 2 часа он бегает по стенам и бегает 5 дней. Это работает вот именно здесь. Ну и третий важный участник нейровоспаления – это тучная клетка. Тучные клетки, они сидят как раз недалеко от сосудов, они на территории уже за гематоэнцефалическим барьером, и они регулируют гематоэнцефалический барьер, они содержат большое количество гранул с разными химическими веществами, простагландинами, цитокинами, ростовыми факторами и факторами, делатирующими сосуды и повышаемая проницаемость любых барьеров. Тучные клетки кишечника регулируют проницаемость кишечного барьера. Кожные, кожного и клетки гематоэнцефалического барьера, мозговые тучные клетки регулируют проницаемость гематоэнцефалического барьера. И вся эта система тучных клеток работает содружественно. Вы это прекрасно видите в случае крапивницы, например. Человек съел аллерген, положил его в желудок, а манифестации вы видите на коже, потому что тучные клетки мгновенно обмениваются сигналами. И эти сигналы долетают до мозговых тучных клеток тоже. Поэтому все, что связано с воспалением на барьерных тканях, где много присутствует тучных клеток, кожа, кишечник, гематоэнцефалический барьер, эндотелий сосудов, все, что включает активацию тучных клеток, будет увеличивать провоспалительную активность на гематоэнцефалическом барьере тоже. В аутизме. Что конкретно происходит при аутизме? Во-первых, мы видим, и это многократно доказано, что микроглия может распознавать генетически дефектные или генетически своеобразные белки синапсов, проводящих путей и нейронов. И в случае, если мы видим ребенка с генетической предрасположенностью или несколькими генетическими предрасположенностями к аутизму, мы понимаем, что микроглия может нащупать, найти эти патологические белки и уже начать проявлять к ним настороженность и какую-то провоспалительную активность. И микроглия может остановить функцию синапса или модифицировать ее, отключить синапс, отрезать синапс совсем или даже вызвать нейрональную клеточную смерть. Повредить, собственно, нейрон, вызвать его цитолиз. Мы видим этот эффект с возрастом. С возрастом вот эти нейротоксические эффекты приводят к тому, что изначально утолщенная у ребенка с аутизмом кора головного мозга превращается в истонченную у взрослого пациента благодаря потере нейронов. Вот это нейровоспаление, связанное с тем, что микроглия распознает генетически аномальные белки и небелковые молекулы у детей, предрасположенных к аутизму, начинается еще в утробе матери. Микроглия распознает генетически ненормальные антигены еще в фитальном мозгу. Если при этом мать имеет какую-то воспалительную патологию, ее провоспалительные цитокины проникают через плацентарный барьер из ее кровотока на территорию плода, достигают микроглии и усиливают провоспалительную активность микроглии внутри фитального мозга. В каких-то случаях имеют значение еще и материнские антинарональные антитела. Многие аутоантитела могут проявлять антинарональную активность, например, антитела к щитовидной железе или антифосфолипидные антитела. Антитела класса G могут проникать на территорию плода, и связываясь с нейрональными антигенами фитального мозга вызывать дополнительное нейровоспаление. И в то же время это происходит на фоне еще пока не зрелого гематоэнцефалического барьера фитального мозга, а у матери гематоэнцефалический барьер зрелый. И мы можем не иметь никакой клиники антинаронального процесса у матери, а у плода он будет. Поврежденный таким образом фитальный мозг высвобождает дампы, дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны, обломки погибших нейронов. Эти дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны распознаются микроглией и возникает врожденное нейровоспаление, которое началось еще в утробе матери. Оно может начаться с первых недель беременности. В процессе беременности это может пройти бессимптомно, но в то же время мы, бывает, видим и возмущение иммунных клеток материнско-плодного интерфейса с преждевременной отслойкой плаценты, с фетоплацентарной недостаточностью, с угнетением прорастания спиральных артерий в эндометрии, с недостаточно глубокой инвазией трофобласта. Все это угнетает кровоток в материнско-плодном интерфейсе и способствует еще и дополнительному гипоксическому и шимическому поражению плодного мозга. Вторично. Собственно, дампы достигают с плацентарным кровотоком до плаценты и возмущают активность иммунных клеток. И в ответ на дампы активируются снова микроглия. Получается такой замкнутый круг. Что мы имеем в результате? Ребенок рождается с врожденным патологическим нейровоспалением. И вроде бы все происходит хорошо, ребенок развивается, может быть у него задерживается указательный жест, не в 11 месяцев появляется, а в 13, или не успевает еще появиться. И в какой-то момент происходит такое событие, как антигенная перегрузка. Когда одновременно иммунная система ребенка распознает несколько сигналов к началу воспаления. Это могут быть дампы, инфекционные патогены, или дезорганизованный провоспалительный микробиом. Или это может быть постинфекционный какой-то аутоиммунный процесс, когда инфекции уже нет, а антитела к инфекционному патогену благодаря кросс-реактивности, то есть антигенными микрии, между аутоантигенами и микробными антигенами, продолжают проводить провоспалительную активность. Это может быть иммунный ответ на компоненты пищи по модели аллергии или по модели неаллергической пищевой непереносимости, например, глютеновая нетолерантность. Провоспалительное, введение провоспалительных медикаментов, например, вакцин. Вакцины, доказанно, не вызывают аутизм. Но вакцины, как любой провоспалительный агент, могут привести к иммунной нетолерантности, они могут вызвать реакцию иммунной гиперчувствительности. Реакция иммунной гиперчувствительности может повлечь за собой цитокиновый шторм, цитокиновый шторм может простимулировать микроглию, и вот тогда мы получаем реакцию на вакцину. Понятно, что вакцины приносят пользу, но мы должны пользоваться ими аккуратно, как опасным инструментом. И, конечно, это антигены, которые могут стимулировать провоспалительную активность, происходящую из окружающей среды. В результате мы имеем одну или несколько реакций иммунной гиперчувствительности, когда несколько стимулов прилетело сразу. Это может быть реакция первого типа, аллергическая или псевдоаллергическая. Это может быть реакция второго типа, направленная на поверхность клеток. Самый простой пример это тиреоидит, когда антитела и иммунные клетки разрушают клетки щитаидной железы. Третьего типа реакции это реакция на растворимые антигены с образованием иммунных комплексов антиген-антитела. Самый распространенный вариант это, пожалуй, воскулит. И четвертый это реакция замедленного типа при аутизме мы видим редко. Это реакция такая типичная при туберкулезе или саркоидозе. В результате получаем цитокиновый шторм с системным воспалением и какой-то набор локальных воспалительных процессов. Это может быть антроколит, драматит, ренит, лимфоденопатия, лихорадка. И в результате повреждения гематоэнцефалического барьера, активацию нейровоспаления, нейротоксический эффект, связанный с микроглией и тучными клетками и регресс. Я сейчас покажу три клинических случая, но сначала хочу показать вам такую таблицу набор удобных провоспалительных маркеров, принадлежащих микроглии, тучным клеткам и маркеры распада нейронов. Это нейрон специфическая неналаза и маркер распада астроцитов. Это белок С100. Итак, это же первый клинический случай. Пациент 19 месяцев, первый ребенок в семье, нормально развивается на первом году жизни, указательный рефлекс формируется с задержкой в 13 месяцев. Есть речевая задержка и ребенка лечат инъекциями, содержащими дампы. Кто скажет, что это за инъекции? Церебролизин. Церебролизин сделали в надежде, что он будет активировать микроглию М2, но у пациентов с активным воспалением он может активировать М1. Стандартная вакцинация три недели назад до обращения в клинику. Ребенок получает ревакцинацию от полио живой вакцины, оральной вакцины и дифтерия АКДС, дифтерия коклюш-столбняк. Через два дня развивается диарея, лихорадка, ренит и кожный зуд. Затем регрессия высших корковых функций, бессонница, раздражительность, самоагрессия. Самоагрессия очень часто связана с болью. Ребенок бился головой от твердой предметы. Общий анализ крови смотрим. Картины эозинофильного воспаления. Эозинофилы, бозофилы, клетки, которые инициируют гиперчутительность первого типа. Аллергию и псевдоаллергию. Воспалительный тромбоцитоз. Небольшое повышение циреактивного белка. Нормальный иммуноглобулин Е и высоченный эозинофильный катионный белок. Это псевдоаллергия. Минуя ИГЭ посредованный ответ, синдром активации тучных клеток и продукты дегрануляции тучных клеток, гистамина, серотонин тоже высокие. Высокие цитокины, свойственные как раз тучным клеткам. И мы видим, что у нас есть в системном кровотоке обломки нейронов и обломки астроцитов. Почему ребенок бьется головой? Да потому, что у него сфеноидит. Сфеноидит это всегда очень больно. У ребенка гипертрофия аденоидов с остановками дыхания во сне, с гипоксией. И у ребенка тотальная лимфоденопатия не только шеи, лимфоденопатия всего ребенка. Почему старый тип коронавируса, не ковидный коронавирус и риновирус одновременно? Почему диарея? Кальпротектин и альфа-1 антитрипсин очень высокий. Кальпротектин это маркер воспаления в толстой кишке, альфа-1 антитрипсин больше свойственен для тонкой кишки. Энтеровирус скорее это вакцинный полиовирус, но у нас есть компилобактерии. МРТ. Мы редко видим изменения на МРТ в обычных режимах при аутизме, но в остром регрессе короткий период времени не всегда, но что-то можно увидеть. И здесь мы видим увеличение правой миндалины, правой амигдалы, а амигдала и гиппокамп это как раз те области, которые анатомически соотносятся с манифестацией аутизма. И видим изменения в правом гиппокампе на Т2 флайер. Почему? Антитела к ганглиозидам смотрите у нас высокие. Антитела к ганглиозиду GM1 ганглиозид это один из белков миелина. Они идентичны по своему молекулярному строению с одним из антигенов кампилобактера, а у ребенка кампилобактер. Поэтому мы получаем транзиторное повышение антитела ганглиозиды. Возможно это поспособствовало появлению очагов. Интерпретация. Имеем ли мы антигенную перегрузку здесь? Итак, у нас есть церебролизин, вакцинный полиоантиген, дифтерийный антиген, антиген коклиша, антиген столбняка, антигены кампилобактерий, антигены коронавирусов, антигены риновирусов. Этот ребенок имел право выдать реакцию гиперчувствительности? Ну, наверное, да. У него был цитокиновый шторм? Ну, конечно, был. И был набор локальных очагов воспаления. В том числе в кишечнике. И кишечник это очень большая площадь слизистой оболочки. И, конечно, он сильно влияет на активность системного воспалительного ответа. И, конечно, мы получили регресс. Что было сделано? Неужели мы бы бросили этого ребенка с регрессом? Конечно, нет. Ребенок получил высокодозный иммуноглобулин, получил пульс терапию метилпреднизоланом, потому что были высокие антитела к GM1, получил азиатромицин против кампилобактерий, получил кромоглицевую кислоту, как стабилизатор мембран точных клеток. С переходом на поддерживающее лечение, это длительный прием кромоглицевой кислоты и несколько месяцев приема Адели-Мумбабе. Исход. Ребенок достаточно быстро вышел из манифестации типичной для аутизма, сохранялась речевая задержка и примерно к 4 годам он получил успешную обилитацию речевых навыков. Второй клинический случай. пациент 20 месяцев первый ребенок в семье нормальное развитие первого года жизни в 11 месяцев указательный жест вовремя не вакцинирован из-за отказа родителей частые инфекции и инстинальные и респираторные 4 недели назад диагностирована ветряная оспа лихорадочный период 3 дня с типичной экзантемой все нормально но затем регресс инсомния в раздражительность аутоагрессия что видим дефицит ЭГМ и дефицит комплимента то есть это самые распространенные варианты детского иммунодефицита которые обычно к 7 или к 15 годам проходят сами но сейчас они актуальны мы видим повышение иммунных комплексов связанных с C1Q комплиментом что говорит о том что да здесь есть реакция гиперчистоятельности второго типа высокий фоноальфа высокий интерлекин 6 повышенные НСЕ С100 и нет симптомов активации тучных клеток другой тип воспаления опять тотальная лимфоденопатия большие увеличенные миндалины увеличенные аденоиды и каменистой плотности болезненной подчелюстные слюнные железы слюнные железы подчелюстные в отличие от околоушных или подъязычных они часто являются субстратом для жизни герпеса 6 типа цитомегаловируса 7 типа и если 6-7 тип Эпштейнбар для ребенка в небольших количествах нормальный если они не вызывают какого-то патологического воспаления то цитомегаловирус нет и что же мы тут видим да еще пансинусид и тоже головная боль и тоже самоповреждение в слюне в моче и в крови ДНК цитомегаловируса и в слюне и в крови ДНК парвовируса В19 то есть у нас есть ребенок с врожденным иммунодефицитом который только что перенес ветряную оспу ушел в иммунодефицит после перенесенной ветряной оспы и нетрудно было найти ему цитомегаловируса парвовирус В19 ибо этих инфекций вокруг достаточно много Здесь налицо реакция гиперчатительности третьего типа с локальными клиническими манифестациями цитокиновым штормом и регрессом Терапия внутривенный иммуноглобулин внутривенный рекомбинантный интерлекин второй он продается в России под маркой ронколейкина используется для лечения иммунодефицитов септических инфекций и в онкологии для иммунотерапии опухолей Так вот интерлекин второй он умеет проводить регуляторные Т-клетки в очаге воспаления а регуляторные Т-клетки они способствуют отключению иммунного ответа они нужны для отключения иммунного ответа против аутоантигенов то есть он и провоспалительный и противовоспалительный цитокин одновременно и при вирусных инфекциях он может очень успешно использоваться в подобных случаях и он умеет еще решать проблему с аутоиммунной фармакорезистентностью к нейролептикам или к регуляторам поведения аутоиммунная резистентность она развивается из-за того что появляются антитела которые садятся на рецепторы на молекулярные мишени с которыми должны взаимодействовать нейролептики или например стратера в результате мы побочные эффекты получаем а терапевтического эффекта нет так вот ронколейкин или ронколейкин с иммуноглобулином эту проблему решают очень эффективно с переходом на поддерживающее лечение средней дозы иммуноглобулина цикловиром и с хорошим исходом в виде выхода ребенка из аутистических манифестаций и успешной обилитации тоже где-то к 3,5 годам и мы пока его наблюдаем у него растет постепенно иммуноглобулин М растет комплимент то есть он на пути выхода из иммунодефицита ну и третий случай 13 месяцев второй ребенок в семье первый ребенок 6 лет здоров беременность протекала нормально до 36 недели на 37 неделе возникает отслойка плаценты с кровотечением не вакцинирован нормально развивается до 12 месяцев к 12 месяцам ну чуть-чуть задержкой указательный жест 4 недели назад переносит респираторную инфекцию с фибрильной лихорадкой мама дает ему парацетамол на парацетамоле температура растет мама дает ему еще парацетамол температура еще растет до фибрильных судорог ребенок уезжает в госпиталь где получает вальпроевую кислоту судороги прекращаются но ребенок уходит в глубокий регресс эгэм даже высокий какой-то идет воспалительный процесс цирреактивный белок опять система комплимента работает активно высокий фактор некроза опухоли альфа высокий интерлекин 6 интерлекин 8 nse 100 и высокий азинофильный катионный белок опять с нормальным эгэм мы не нашли инфекций мы нашли гепатоспленомегалию увеличенную поджелудочную железу болезненные мышцы и высокий аммиак что же произошло смотрите высокий лактат высокий креатинин высокая амилаза высокая лактат гидрогеназа высокая щелочная фосфатаза дело в том что у предрасположенных лиц у предрасположенных к митохондриальной дисфункции воспаление уже может усугублять дисфункции митохондрий парацетамол у некоторых генетически предрасположенных детей может повреждать дыхательную цепь а вальпроевая кислота бета-окисление и в результате мы получаем гепатотоксичность нефропатию панкреатопатию энцефалопатию с нейровоспалением каков механизм этого нейровоспаления поврежденные митохондрии распадаются и из них высвобождаются дампы активной формы кислорода они достигают микроглии и тучных клеток и возбуждают воспалительный ответ и тучными клетками и микроглии м1 мы видим какие-то изменения на т2 взвешенных изображениях не видим да ведь а на диффузно взвешенном изображении мы видим цитотоксический отек цитотоксический отек в обоих таламусах и цитотоксический отек в височной коре что объясняет судороги вальпроевая кислота была отменена переведен ребенок на оскорбозепин высокодозный иммуноглобулин митохондриальный коктейль содержащий л-карнитину бихинол альфалипоевую тиамин сукцинат анти-ТНФ терапия кромоглицевая кислота для стабилизации тучных клеток с переходом на поддерживающую терапию на какое-то время несколько месяцев иммуноглобулин анти-ТНФ и для постоянного приема митохондриальный коктейль и оскорбозепин ребенок все-таки ушел в аутизм но был достаточно хорошо восстановлен к 4 годам к 3 годам нормальная эго с отменой оскорбозепина и повторная МРТ в 3 года не обнаружила цитотоксического отека но генетик нам не нашел никаких мутаций в митохондриях возможно потому что не все мутации мы знаем а возможно потому что при митохондриальных заболеваниях митохондриям свойственна гетероплазмия то есть одна клетка может нести и нормальные митохондрии и поврежденные одновременно почему после регресса нужна продолженная терапия потому что остается самоподдерживающиеся нейровоспаления генетическая предрасположенность никуда не делась и микроглия продолжает распознавать генетически аномальные белки небелковые молекулы все равно появляется активация микроглии освобождаются дампы это воспаление потихонечку варится само в себе вызывая нарушение функции центральной нервной системы но при появлении каких-то экзогенных триггеров в системный кровоток поступают растворимые провоспалительные сигналы которые долетают до микроглии и усиливают воспалительный ответ микроглии тучными клетками и проницаемость гематоэнцефалического барьера поэтому конечно мы свое лечение должны строить на чем на антигенные разгрузки мы должны освободить иммунную систему от необходимости отвечать на чрезмерно большое количество триггеров к воспалению это нормализация микробиомы и лечение инфекцией это менеджмент питания это очень аккуратное обращение с медикаментами это по возможности освобождения ребенка от контакта с какими-то потенциальными триггерами в окружающей среде это противовоспалительная терапия конечно согласно тому какой тип гиперчувствительности у ребенка возникает это могут быть и глюкокортикостероиды и антицитокиновая терапия и блокаторы тучных клеток которые себя хорошо очень зарекомендовали здесь и внутривенный иммуноглобулин и другие иммуномодуляторы например у нас есть на территории бывшего советского союза такой головит который прямо регулирует функциональную активность макрофагов и микрогли нужно ли лечить острый регресс ну смотрите если сравнивать регресс с пожаром то если вы сразу погасили пожар вы можете не строить новый дом вы отремонтируете старый у вас все будет хорошо но если ваш пожарный приехал поздно вам нечего ремонтировать вам все нужно строить заново и не факт что вы хорошо построите такая метафора и так что можно на сегодня сказать что предупреждать патологическое воспаление мы должны еще в животе у мамы при первом подозрении на задержку развития на аутистическое расстройство мы должны посмотреть воспалительный мы должны быть очень аккуратны с любой стимуляции воспаления и мы должны быть очень аккуратны с патологическими метатоксическими препаратами у детей с подозрением на метахондриальную дисфункцию мы должны лечить острые эпизоды регресса мы спасем детей многих от ухода в аутизм и спасем бюджет семейный и государственный от содержания инвалидизированных детей мы точно можем теперь сказать что лечение нейровоспаления его менеджмент существенно улучшает состояние детей но не заменяет психолого-педагогическую обилитацию на этом все дорогие друзья буду рад вашим вопросам если я могу сказать не только congratulations просто просто мое дипо наклонение Браво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. или эпилепсия, этот тип заболевания, имеет именно эти изменения. И спасибо. 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 One question. The overestimation of when to do MRI rather than not to do MRI, because it's also a position of giving anesthesia, and for these kids, it's also complicated. What do you think about it? Because I have children that are coming with epilepsy and autism, or only autism without epilepsy. So I need, for example, or I think that I have to make MRI in order to exclude maybe something else. And I am afraid of many reasons. First, anesthesia. Second, if I miss the diagnosis. So do you think MRI is needed? Do you think it's needed? Do you think that this anesthesia is also needed? I mean, it's needed because you cannot put in the MRI. So do you think there is something that we can do to protect these children from anesthesia and MRI? Do you understand what I want to ask? Yes. MRI don't need it for all patients, but in cases, in case of suspicious, with organic dysfunction, we need, or, or in the, when seizures, like febrile seizures was in analysis, we need the MRI to. Do you think that anesthesia hurts the brain? It depends, depends of genetically predispositions to dysfunctions of neurotransmitter system. It depends by anesthesiologist. It depends on anesthesiologist. Very good. One more question. Oh, you'd be like. Okay. Pediatr, grandmother, four years, my grandson, autism, without anything inflammatory, that is, I'll see you on the upperkick. I want to go on a poput called SRF, and I'll see you on the first time. That's what changed for me. All your knowledge is, I'll see you on the first time. My mind is the last one. But I'll see you on the next one. I'll see you on the other time. Three months old years old, I've noticed you on the next one. Just three months old, Dr. Продолжение следует... Обзиром на антитела, мозак, кожа, срево, дали свима до године дана исключити глутен? Дали исключити глутен с анамнезом да једно дете има автизм? Другом дете ту дали исключити? Обовестно. Разумели? Хала. Далее. 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 Вы можете использовать для своей маленькой, Мы можем проверить, есть ли глютеновая предрасположенность в любом возрасте, хоть новорожденного, и понять, можем ли мы давать глютен или нет. У моих младших детей мать носитель как раз аллеля предрасполагающего к целиакии, я нет. И у них генетика так, вот себе, но я за ними смотрю, они сейчас едят глютен совершенно спокойно, но у них не повышаются маркеры воспаления. То есть генетика тоже не все, но что-то дает. Неговый сопровождение има предрасположенность премьер-глютену, а импак е окей в неговом возрасте. Да.